Вычислить пульт звезды, научиться быстро читать, считать, играть на гитаре, петь. Список можно продолжать очень долго, и это очень хорошо, что у наших детей сегодня есть такие возможности. Если бы не одно большое «но». Очень часто такие образовательные услуги оказываются неправильными, и преподают там совсем не педагоги, и условия совсем не соответствующие, а потому, разрабатывая закон о лицензировании образования, предметно подошли к этой сфере. Кто обязан получать ее, ответил на пресс-конференции начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Носков. На сегодняшний день основными видами лицензируемой деятельности являются дошкольное образование, общее среднее образование, профессионально-техническое, ну или, одним словом сказать, профессиональное образование. Но обязательным видом лицензируемой деятельности не является дополнительное образование детей и молодежи. И вот здесь огромный простор для работы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Как говорится, работайте на здоровье, но соблюдайте все требования и правила. Их немало. Соответствующие образовательные программы и студии, классы с правильным освещением и оборудованием, с соблюдением всех санитарных норм, а еще требуется согласование с отделами образования. Соблюдается ли все это? В большинстве случаев нет. Мы промониторили 11 субъектов хозяйства. И вот когда мы столкнулись реально с теми игроками, которые, скажу, действуют на этом рынке, услуг образовательных, мы выявили действительно и подтвердили для себя, что многие из них имеют ряд нарушений. Причем нарушений действующего законодательства об образовании, санитарного законодательства. Нарушаются требования безопасности, иные нормативные документы. Что, конечно же, говорит о том, что наши жители, наши дети получают некачественные образовательные услуги. Субъектами предпринимательской деятельности, которые оказывают услуги по топообразованию, конечно, есть трудности по размещению объектов, по набору помещений, потому что изначально в арендованных площадях или недостаточно помещений, или недодлежащего состояния помещений. Особенно это касается санитарно-бытовых помещений. Есть требования по наличию санитарных узлов, раздельных для детей и взрослых. Зачастую это единый какой-то этаж, который снимается множеством арендаторов. И, естественно, ни о каком отдельном санузле для учащихся, в том числе организации правильной уборки помещений, дезинфекции помещений, по наличию условий для соблюдения личной гигиены как детьми, так и работниками, не созданы эти условия. Во время общения с журналистами акцентировала, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие образовательные услуги, обязаны уведомлять местные исполнительные и распорядительные органы, осуществляющие контроль за обеспечением качества образования, как об осуществлении, так и о прекращении ими образовательной деятельности. Отделом по образованию Брестского горосполкома был разработан порядок согласования программ дополнительного образования детей и молодежи, представленных иными негосударственными организациями. Порядок на сегодняшний день соблюдается не всеми согласованиями, поскольку на органы управления образования была возложена обязанность мониторить сеть интернет, социальные сети для выявления организации. Я могу сказать, что мы это делаем, но обращаются к нам с этой целью не все. Всего с сентября по сегодняшний день к нам обратилось 32 субъекта хозяйствования, которые представили на согласование 275 программ, в том числе для повторного рассмотрения. Внимание на пресс-конференции было уделено и так называемым летним лагерям, которые организовывают, не имея для этого никаких условий. Какой это может быть лагерь? Здесь мы тоже видим нарушение действующего законодательства. Ни одна из тех организаций, которая начинает эту работу сейчас, не согласовала с органами управления образованием никакие образовательные программы, с органами санитарной службы, органами по чрезвычайным ситуациям. Они также ничего не согласовали. Поэтому мы усматриваем в этих действиях также нарушение действующего законодательства с целью для того, чтобы иметь представление и направить их деятельность в необходимое русло. Также создана мониторинговая группа Брестского грузполкома. И как вывод из всего вышесказанного. Родителям, чтобы быть уверенными в своих вложениях, стоит убедиться в наличии дипломированных специалистов, изучить учредительные документы, посмотреть условия, в которых будет находиться ребенок. Вот самое важное. Для того, кто берет на себя ответственность обучать других, слышать от них, что они не пожалели о том, что купили это обучение.